И лицемерное название, что закон в защиту прав граждан, оно ничего не значит. Это для бесконтрольности полиции. О каким основаниям? Давайте я договорю. Водится понятие заслоны, то есть ограждение мест проведения массовых мероприятий. Закон, что он действительно разработан в целях защиты прав и свобод граждан. У меня вопрос не к коллеге, а к представителю МВД, потому что закон был инициирован именно вами. Скажите, пожалуйста, что нового, принципиально нового в этом законе по сравнению с существующим и действующим в законе о полиции? Кроме компенсации за поврежденное транспортное средство, что можно было бы сделать поправкой, я, например, другого не вижу. Давайте мы Андрея Ивановича Храпова послушаем, а потом Юрий Константинович, если захочет, добавит. Пожалуйста, Андрей Иванович. Да, спасибо за вопрос. Единственная новая норма, это статья 15, это досмотр автотранспорта. Значит, это полный клон существующей аналогичной статьи в законе Росгвардии. Сотрудники полиции зачастую привлекают к охране общественного порядка и к иным проводимым мероприятиям сотрудников Росгвардии. Полномочия сотрудников полиции гораздо шире, поэтому считалось, что, наверное, это не очень верно. В тех случаях, когда необходимо осмотреть, досмотреть автотранспорт, привлекать для этой цели сотрудников Росгвардии. С самыми разными целями производится осмотр автотранспорта. Допустим, известные случаи, мать в магазине, в автотранспорте полицейский видит на жаре закрытые окна ребенок, мать не могут найти, вскрывают машину, поступает заявление, что неправомерно завладел. При этом полицейский однозначно оценит эту ситуацию как возможную угрозу жизни ребенку. Примеров масса, поэтому для таких целей вызывать Росгвардию эту статью аналогично абсолютно ввели в закон о полиции. Спасибо. Хотите ли что-то дополнить, Юрий Константинович? Я вот, допустим, как недавний практик в этой области нахожу такую цельную практическую меру. Это часть пятая, прим, в статье пятой «Соблюдение уважения, прав и свобод человека и гражданина». Это когда возникают обстоятельства, угрожающие жизни граждан прежде всего, в том числе и сотруднику полиции. Это предпринимаются необходимые меры по пресечению преступных действий, а уже затем и выполняются предыдущие четвертая и пятая части. Это в плане представления сотрудникам полиции, должности, звания, предъявления удостоверения и так далее. Ну и там есть некоторые абсолютно незначительные технические моменты. В частности, если были предусмотрены экспертизы по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях, сейчас допускается исследование каких-то материалов при проверке заявлений и сообщений граждан. Вот такие незначительные моменты. Спасибо. Спасибо. Вопросы исчерпаны. Юрий Александрович, присаживайтесь пока недалеко. Вдруг нужно будет что-то прокомментировать. Есть желающие выступить. Людмила Борисовна Русова, пожалуйста. Я не случайно задала вопрос о том, что нового, потому что в существующем законе о полиции полицейские имеют право и досмотр личный производить, и производить вскрытие автомобиля, и проникать в жилище. И для этого новых полномочий не нужно. Почему, я предполагаю, появился этот закон? Для того, чтобы быть бесконтрольными. И лицемерное название, что закон в защиту прав граждан, оно ничего не значит. Это для бесконтрольности полиции. В этом зале год назад мы с вами возмущались и писали запрос Колокольцеву о том, как подбросили наркотики Ивану Голунову. Был суд, доказано, что это так, и даже сидят уже исполнители. Почему это понадобилось, на мой взгляд? Потому что для того, чтобы проникнуть в жилище или в автомобиль без владельца, трогательная история, как вы спасаете ребенка, она тоже укладывается в рамки существующего закона. А полиция – это чрезвычайное обстоятельство оставления ребенка в опасных обстоятельствах – тоже дает вам право вскрывать автомобиль. А вот новшество, которое вы вводите, статья 15, в отсутствие собственника, владельца транспортного средства, вскрывать автомобиль. Повторяю, у вас это было в законе о полиции. Что это дает? Если раньше это возможно было сделать только в рамках уголовного дела, а возбудить уголовное дело следователь протоколом за 10 минут может, то можно было обжаловать сам факт возбуждения уголовного дела, а кроме того существовал прокурорский надзор за возбуждением уголовного дела. Теперь вы это исключаете. То есть можно абсолютно бесконтрольно делать то, что может вызвать опасные последствия, в том числе и как это было в истории с Иваном Голуновым. Далее. Если раньше, я цитирую пункт 16, вместо существовавшей фразы, в кавычке открываются, при наличии данных, то можно было то-то и то-то. Данные, вы понимаете, на то и данные, что их можно проверить, источник данных, содержание данных. Вместо этого вы предлагаете фразу, если имеются основания полагать. Какие основания? Как это проверить? Совершенно невозможная, эфемерная фраза. У меня есть основания полагать, а у меня есть основания не верить вашему предположению. Понимаете? Раньше было при наличии данных, и этим все сказано. Данные проверить можно. Тот же надзирающий прокурор. Продлите время, Людмила Борисовна, завершайте, пожалуйста. То, что сейчас происходит в отсутствии собственника, повторяю, и раньше это право было у полиции, если, допустим, есть сообщения, данные, что там оружие или перевозятся наркотики или взрывчатка, вы и раньше могли это делать. Вы сейчас это вводите, подчеркивая, отсутствие собственника имеет право не в рамках никакого уголовного дела, без видеофиксации, без понятых. Поэтому это в корне противоречит вашему, повторяю, весьма сомнительному названию, что вы этот закон делаете в защиту прав граждан. Вы делаете это для того, чтобы облегчить себе жизнь и для того, чтобы быть бесконтрольными. В силу всего сказанного я не могу голосовать за. Спасибо. Андрей Александрович Клишес, пожалуйста. Вы на комитете обсуждали этот закон? Вы вчера на сайте палаты докладывали. Пожалуйста, Андрей Александрович. Конечно, обсуждали. И все эти моменты тоже обсуждали. Мне просто кажется, что Дмила Борисовна не совсем понимает содержание норм, которые в этом законе содержатся. Дмила Борисовна, если в машине находится лицо, которому требуется оказание срочной помощи, лицо, которое находится в беспомощном состоянии. Я плохо себе представляю, по каким основаниям... Давайте я договорю. Я плохо себе представляю, по каким основаниям должно быть возбуждено уголовное дело в связи с этим. Действительно, совершенно справедливо и представитель министерства, и наш уважаемый докладчик Юрий Константинович сообщил, что в основном эти новеллы, которые здесь содержатся, они не являются для законодательства новеллами, но уточняют полномочия полиции, именно связанные с целью безопасности и охраны интересов граждан. В чем, Валентина Ивановна, здесь в этом законе были сложности? Они действительно были, и надо сказать, что так же, как и вот по нашему закону о публичной власти, но не в таких, конечно же, масштабах, но прошло достаточно качественное общественное обсуждение с участием представителей Министерства внутренних дел. Министерство не уклонялось от этого обсуждения, и были ряд принципиальных моментов, в частности, которые касались возмещения вреда. И от всех этих новелл отказались. Возмещение вреда будет происходить по общим нормам гражданского законодательства, пусть кратко, но докладчик об этом сказал. Кроме того, что очень существенно расширялось основание применения оружия полицейскими. И это тоже ушло из окончательной редакции. То есть те цели, о которых говорят разработчики закона, что он действительно разработан в целях защиты прав и свобод граждан, это так и есть, исходя из той редакции, которую мы сегодня получили в Совете Федерации из Государственной Думы. Поэтому я предлагаю, как и большинство моих коллег в комитете, закон одобрить. Спасибо. Коллеги, есть ли еще желающие выступить? Нет. Есть. Валерий Петрович, Усатюк, пожалуйста. Валентина Ивановна, там есть еще одна позиция такая интересная. Вводится понятие заслоны, то есть ограждение мест проведения массовых мероприятий без заявления об этом организатору массовых мероприятий, якобы тоже для безопасности граждан. Но вот что тут подразумевается под безопасностью, для чего вообще это делается? У нас эта практика введена приблизительно года два назад, когда митинги оппозиции, они ограждаются. непонятно, с какой целью, но там действительно, если нет таких стационарных ограждений, то окручивать, значит, лентами. Но совсем нехорошо. Я и считаю так, что это неправильно. Спасибо. Спасибо. Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые сенаторы, на самом деле непростой закон. Я бы хотела обратить внимание на то, что в действующем законе о полиции на самом деле возможности проникновения в транспортное средство, а проникновение это в отсутствие владельца транспортного средства в машине, то есть вскрытие транспортного средства не предусмотрено. Для сравнения могу сказать, что статья 15 федерального закона о полиции, она очень важная, касается возможности прохождения без согласия проживающих в жилище лиц, в том числе проникновения в жилище, в ситуациях, в случае угрозы жизни или здоровью граждан, включая детей. Мы анализировали, в частности, применение этой статьи, могу вам сказать. Порядок прописан, кстати, очень хорошо. И если будет распространяться на проникновение в транспортное средство, это было бы замечательно. Так вот, у нас не было фактов, чтобы полиция злоупотребляла вот этими полномочиями проникновение в жилище в целях защиты граждан от возможных угроз. И если... Поэтому на самом деле здесь это новая норма, она необходима в ряде случаев, когда действительно есть угроза жизни или здоровью граждан, в том числе и находящихся, может быть, и в транспортном средстве. Но, конечно, может быть, стоило бы все-таки где-то через полгода или год осуществить такой в рамках мониторинга, то есть дать поручение, может, нашему комитету совместно с Комитетом по обороне и безопасности, мониторить этот закон, чтобы мы где-то через полгода или год могли обменяться мнениями, как он работает вместе с представителями МВД, и убедиться, обоснованы, необоснованы эти риски. Может быть, что-то понадобится поправить в законе. Но на самом деле во многих странах есть такие нормы. Вопрос только в том, доверяет ли общество тем органам, которые наделяются такими, ну, в общем, ограничивающими права граждан, полномочиями. Но в данном случае я поддержу этот закон, потому что он на самом деле нужен, и я просто знаю применительно к анализу ситуаций, связанных с отобраниями детей, как применяется 15-е федерального закона о полиции. В общем-то, здесь достаточно корректно. Но, Людмила Борисовна, по поводу досмотра транспортных средств, не совсем так, как вы говорите. Это есть в статье 13-й права полиции, лучше бы только назвать полномочия полиции, есть такая возможность, то там ограничены случаи, здесь же вводится как бы новая процедура с соответствующими более жесткими правами и процедурой. Продлите время. Елена Борисовна, вы завершили? Да, Валентина Ивановна, я поддержу этот законопроект. Что касается мониторинга, я бы поддержала. Всегда такие законы, которые вызывают реакцию соответствующего общества, надо помониторить правоприменительную практику, и может быть действительно по итогам мониторинга уточнить закон. Поэтому, если вы не возражаете, дадим такое поручение комитету по законодательству, комитету по обороне безопасности в течение полугода следующего провести мониторинг и проинформировать по результатам. Нет возражений? Нет. А сейчас составился обмен мнениями, ставлю на голосование, одобрение данного федерального закона. Прошу коллеги голосовать. Идет голосование в документ 563. Решение принято. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...